Братья и сестры, я тоже вас всех приветствую. Ну, я как-то напомню, в общем, что уже пытался несколько раз сказать. Вы знаете, вообще вот Священное Писание, когда говорит об отношении верующего человека со Христом, оно вот в основном, или как самое главное, показывает эти отношения как единство с Ним, то есть союз верующего с Иисусом Христом. Что единение с Иисусом в Его смерти и Его воскресении, ну, или другими словами, другим языком, Библия иногда говорит, что мы умерли в Нем для греха, и в Нем мы воскрешены в новую жизнь. И вот теперь Священное Писание вот нас с вами, верующих, призывает строить свою жизнь именно на этом основании, что подразумевает отложить, откладывать то, что принадлежит старому образу жизни в Адаме, и облечься, возрастать в качествах, которые соответствуют новому человечеству, вот которому теперь мы с вами принадлежим в Иисусе Христе. И вот эта вот новая жизнь в Иисусе Христе для нас, она означает очень и очень много. Конечно, она означает, ну, свободу от прежнего рабства греху. Немножко больше Священное Писание дает нам вот такие вот намеки. Оно дает нам уверенность в том, что когда явится Христос, мы явимся с Ним во славе, мы будем подобны Ему. То есть Библия тоже об этом нам с вами говорит. Но вот где-то, когда мы вот с вами живем, мы это все понимаем. Мы это все понимаем, мы это все принимаем, даже как-то радуемся этому, когда говорим об этом. Но вот есть еще одна другая сторона, которая также не ускользает от нас с вами, а именно в том, что мы осознаем, что да, Христос живет в нас. Но вот есть другая сторона. Мы понимаем, что все-таки и грех продолжает жить в нас. То есть и Христос живет в нас, и грех продолжает жить в нас. Вот таким образом верующим существуют, ну, своего рода внутренние противоречия. И Христос, и грех, они живут в нас. И вот пока это так, мы с вами сталкиваемся с постоянным конфликтом, в котором мы учимся вот справляться с этой борьбой, как говорит Священное Писание, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Они друг другу постоянно противятся. То есть вот это мы с вами по-особенному ощущаем. Ну вот сегодня мы с вами обратим внимание на библейский текст, который рассматривает еще один из аспектов учения об освящении верующего человека. Это будет послание к Кремлянам, 8 глава, 12-13 стихи. Послание к Кремлянам, 8 глава, 12-13 стихи. А вот слова Павла, пожалуйста, послушайте. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ну вот посмотрите, пусть этот библейский текст хотя бы минуту будет перед вами, о чем говорит Павел. Попробую передать это другим языком. Он говорит о долге. И вот знаете, вот как-то вот направляет наше мышление к тому, что у нас нет долга. Мы ничего не должны нашей греховной плоти. Вот причины какие-то есть, почему он говорит об этом. То есть у нас нет долгов. Мы ничего не должны нашей греховной плоти. Ну и особенно мы не должны жить так, как того желает греховная природа. Но вот есть альтернатива. И в качестве альтернативы вот священное Писание призывает нас с вами, вот интересное слово, умертвить. Умертвить духом святым греховные дела тела. Ну вот мы с вами попытаемся задержать наше внимание на этом библейском отрывке и спросить апостола, а как возможно умертвить, вот как говорит Павел, мы спросим его, греховные дела тела, ну или другим языком, а как вообще возможно победить грех и возможно ли это. А посмотрите, вот просто чтобы у нас с вами это осталось, как самое главное, посмотрите слова апостола, вот действительно касаются жизни и смерти. Вот посмотрите на этот библейский текст, получается, что у нас с вами только два выбора. Либо мы умертвим дела плоти, либо плоть умертвит нас. Давайте будем это помнить. Хорошо, то есть разговор, вот и то, что говорит апостол Павел, в действительности касается жизни и смерти. Ну вот я думаю, что вот этот отрывок, эти два стиха, которые мы с вами прочитали, прямо или косвенно выражают три центральных принципа. Вот попробую пройти вместе с вами эти три принципа. Вот первый принцип, как ты назвал его, или можно его назвать, развитие мышления. Развитие мышления в каком смысле? Вы знаете, вот Дух Божий, Дух Святой, для чего Он нам дан нам с вами? Он дан нам с вами, чтобы мы могли умертвить грех. Вот Писание вот перед нами, друзья. Дух Святой дан нам с вами для того, чтобы мы могли умертвить грех. Вот однако, это тоже очень интересно понимать, вот однако грех не просто исчезает из нашей жизни. Вот там, как вот по какому-то слову Духа Святого, раз и грех исчез. Вы знаете, вот такого не бывает. Дух Святой не обходит наш разум. То есть Дух Святой не действует непосредственно на какие-то наши эмоции или привязанности. Ну вот еще раз повторю, Он не просто выжигает грех своей силы. Скорее происходит обратное. А скорее вот Дух Святой обращается к нашему разуму через свое слово, через слово Божье. Вы знаете почему? Потому что именно так мы с вами были созданы. То есть Бог создал человека рациональным существом, человеком, существом, которое мыслит. Именно поэтому вот Дух Святой в борьбе с грехом обращается в первую очередь к нашему разуму. То есть борьба с грехом начинается в разуме верующего человека. А то, как и что мы с вами думаем, определяет наши чувства, волю и жизнь. Вот так говорит Писание, что мы с вами преображаемся через обновление ума. То есть другого пути нет для преображения через обновление ума. А это подразумевает создание нового мышления. Вот что же это за новое мышление, которое Дух Святой пытается воссоздать в нас с вами? Вот несколько подсказок. Необходимость. То есть новое мышление, оно в первую очередь включает в себя признание того, что я должен умертвить грех своей жизни. Вот новое мышление, которое пытается воссоздать Дух Святой, друзья, оно заключается в том, что я должен, я признаю, что я должен умертвить грех своей жизни. То есть я понимаю, у меня есть ответственность перед Богом. Ответственность, которую дал мне Бог умертвить грех в моей жизни. А вы знаете, вот иногда есть люди, да, вот, которые приходят ко Христу, ну, каким-то драматическим образом. Ну, если человек какой-то жил особенно греховной жизнью, вы знаете, они испытывают огромное чувство освобождения от греха. То есть вот такое вот славное, великое обращение человека к Богу. Но вы знаете, вот ошибочно иногда, возможно, вот нам с вами, верующим людям, принять обращение ко Христу за полное освобождение от самого присутствия греха. То есть, понимаете, чувствуете, здесь есть опасность. Опасность, да, вот, в том, чтобы искать драматического и немедленного опыта освящения. Ну, к примеру, такой же опыт, как имел человек при спасении. О, если бы мы с вами только могли получить святость, ну, простым актом веры, так как мы получаем с вами Иисуса Христа. Дорогие друзья, братья-сёстры, обратите внимание на язык Библии. Вот, как Павел говорит, мы должны умертвить греховные дела тела. Ну, вот слово умертвить, о чём оно говорит? Говорит о том, что происходит непрерывная и непримиримая война. То есть, идёт война, в которой мы с вами участвуем. И вообще, друзья, если говорить о войне, если говорить о борьбе, вот эта вот война, она возможна только потому, что мы с вами уже освобождены от воздействия греха, от господства греха. И далее, эта война неизбежна. Эта война, ну, просто неизбежна, потому что мы ещё с вами не свободны от присутствия греха. Ну, знаете, вот грех иногда в нашей жизни становится, как самовольно поселившийся человек, а вот самовольно поселившиеся людей, как известно, очень-очень трудно выселить. И вот в случае с грехом единственное средство исправить ситуацию – это предавать его смерти. Единственное средство исправить ситуацию – это предавать грех смерти. Подумайте, друзья, о своей жизни, возрастания в святости, когда мы как-то растём в Господе. Ведь оно приносит собою постоянное и, скорее, иногда болезненное раскрытие каких-то слоёв греха. Иногда остаётся только удивляться тому, как тонко грех спрятан в нашем сердце. То есть, если вы живёте как христианин, если вы пытаетесь строить свою жизнь по священному писанию, в отношениях с людьми, ещё, может быть, в каких-то отношениях, мы с вами это, ну, не перестаёт нас удивлять, как всё-таки тонко грех спрятан в нашем сердце. То есть, вот эти вот слои греха, спрятанные в сердце человека, Павел и называет дела плотские или греховные дела тела. А вы знаете, вот слышал о том, что вот люди, которые, допустим, будут читать это послание к римлянам, если они могут читать его на языке оригинала, вот на том языке, на котором писал апостол Павел, они заметят, что вот слова Павла не как-то по-особенному целенаправленно. Вот для нас с вами написано, да, дела плотские или греховные тела тела. А вот всё-таки люди, которые знают язык оригинала, они подчёркивают, говорят, что вот речь идёт о действиях тонких интриг. Очень тонкие интриги, то есть дела плоти. О чём говорит апостол Павел? Павел говорит о действиях каких-то тонких интриг. То есть, то, как Павел передаёт грех, действие, которое осуществляется скрытно. Вот как грех живёт в нашем сердце. Скрытно живёт в нашем сердце. То есть, грех скрывается в глубоких складках нашего сердца. Грех скрывается в тёмных глубинах наших желаний, наших с вами стремлений. То есть, грех прячется, постоянно прячется в нас с вами. Ну, позвольте напомнить один пример. Вот пророк Исаия, его знаменитые-знаменитые слова, когда он оказался перед Богом и вот начал думать о себе. И первое, что он сказал себе, горе мне, потому что я человек с нечистыми устами. Вот я так думаю, братья и сёстры, представьте себе, ну, это пророк, да, друзья, это человек, которого Бог призвал говорить слова Божьи. Вот он предстал перед Богом, и он понял, где прячется грех. Даже у пророка. Он говорит, что грех прячется в моих словах. Вот представьте себе, друзья, грех скрывается даже в области наших с вами дарований. Вот настолько он тонок, он настолько тонок, что способен прятаться от нас, ну, до тех пор, пока Дух Святой использует Слово Божье и проникт в нашу с вами совесть. Вот только Дух Святой через Священное Писание может, ну, как-то достигнуть до этого греха, достигнуть до греха, который прячется от нас с вами. Но я это к тому, что... Тут только представьте, насколько важна Библия для верующего человека. Важна Библия не только читать ее, знать ее, но Библия важна для победы над грехом. Вот почему, по словам псалмопевца, друзья, мы всегда стараемся прятать Слово Божье в своем сердце. В сердце своем сокрыл я Слово Твое. То есть мы прячем Божье Слово в сердце. Мы его заучиваем, мы о нем думаем. Для чего? Для того, чтобы победить грех. То есть нам очень-очень нужна Библия. Друзья, если этого нет, если этого нет, вот Павел сегодня очень громко говорит нам, мы в опасности. Мы с вами в опасности, что грех придаст нас смерти. Итак, новое мышление, которое Дух Святой пытается развить в нас с вами, ну, это признание того, что я должен умертвить грех в своей жизни. А дальше, следующий аспект этого мышления, это признание того, что я лично ответственен за то, чтобы умертвить грех. То есть это моя ответственность. Он не исчезнет сам по себе, еще раз повторяю это, да, друзья. Нет, говорит Павел, вы ответственны за то, чтобы умертвить грех. Ну, вот я думаю, при чтении отрывка можно как-то даже поспорить с апостолом Павлом, да, и сказать, Павел, ну, вот как же вот все-таки моя ответственность, ведь ты говоришь, духом умершляйте дела плоти. Ну, и так все же, чья это задача? Задача это Духа Святого или моя это задача умершляйте дела плоти? Ну, посмотрите еще раз на наш библейский текст, что говорит Павел. Павел не говорит, пусть Дух умертвит греховные дела тела. Он говорит, вы умертвите. Да, Дух Святой дает нам возможность, без Него мы бессильны, но никогда не превращает и не превратит нас, превратит нас с вами в автоматы. Он никогда не освобождает нас от ответственности жить во славу Иисуса Христа. И вот поскольку Он свят, Он ожидает от нас, ну, тоже вот святости в нашей с вами жизни. И поэтому святые люди, они совершают самые настоящие святые поступки, а именно умершляют грех в своей жизни. То есть, если мы этого не делаем, мы с вами не освящаемся. Священное Писание подразумевает, показывает нам с вами, что с помощью Духа Святого мы способны умертвить грех. Конечно, возможно, что мы с вами не увидим, как он полностью исчезнет в нашей с вами жизни, но мы можем продолжать сопротивляться его влиянию. Дальше, для того, чтобы умертвить грех, нужно желать этого. Вот сегодня брат проповедовал, я тоже хотел привести пример именно вот эту вот историю, историю этого инвалида, к которому подошел Иисус Христос с очень странным вопросом, хочешь ли быть здоровым. Ну, представьте себе, друзья, вот разговор со стороны, человек около четырех десятилетий лежит в больнице, да, вот подходит к нему Христос, который спрашивает его, начинает разговор со слов «хочешь ли быть здоров?» И мы с вами понимаем, что возможно, вполне возможно, что человек, тридцать восемь лет, пролежавший в больнице, потерял всякую надежду. И он уже безразличен ко всему, да, исцелиться или не исцелиться. То есть Господь спрашивает, хочешь ли быть здоров? С другой стороны, друзья, мы должны спросить себя, а хотим ли мы с вами, ну, получить освящение, которое Господь может дать? Что мы хотим, чтобы Господь сделал в нашей с вами жизни? Напомню один пример. Ну, в четвертом веке жил очень известный христианский проповедник, Августин, его называют иногда Августин Блаженный. У него есть, очень самая знаменитая его книга, это автобиографическое произведение, которое называется «Исповедь», да, там, четырнадцать глав, в которых он просто рассказывает о своей жизни. Вот в одной из этих глав он рассказывает о человеке, который посетил, это был его земляк, вот друг, близкий человек, вот они начали рассказывать, и вот во время встречи с близким другом, да, вот Августин начал вспоминать свою юность. Послушайте, что он, какую оценку он дал своей юности уже вот с того времени, когда он стал взрослым человеком. Вот что он говорит, «Как жалко была юность моя!» «Даже тогда, когда я просил тебя», он говорит о Боге, обращается к Богу, «Даже тогда, когда я просил тебя о целомудрии и воздержании, я говорил, «Дай!» «Но только позже!» Хорошо? Вот его молитва Богу, «Господи, дай мне целомудрие, но не сейчас!» «Дай мне целомудрие, но попозже!» А вот его слова, «Я боялся, а вдруг ты услышишь меня?» «И целомудрие дашь мне прямо сейчас!» «Я искал пресыщение страстями, а не их угасание!» «Дай целомудрие, но только не сейчас, а позже!» Я думаю, перед нами с вами важнейший вопрос нашего прогресса, а действительно ли мы с вами хотим победить грех в своей жизни? Действительно ли мы с вами хотим победить грех в своей жизни? Ведь в освящении, ну, похоже, что действует вот это вот правило. В какой-то мере мы получаем то, чего желаем, или говоря более прямо, мы получаем то, за что готовы бороться. Еще раз давайте обратим внимание на язык Библии, язык Писания о грехе. То есть борьба с грехом для нас с вами всегда сопряжена с личной ценой для человека. Если правый глаз твой соблазняет тебя, нужно что-то сделать, да? Если рука твоя соблазняет тебя, тоже нужно что-то сделать. То есть нет духовных приобретений, нет побед без борьбы. Поэтому мы должны с вами быть готовы действовать, ну, вот с духовным насилием против греха. В каком смысле духовное насилие? Вы знаете, вот грех враждует против Бога, грех искажает цели Бога для нашей жизни, грех оскорбляет Бога, грех разрушает нас и разрушает все вокруг нас. И вот только тогда, когда мы поймем это, мы начинаем развивать мышление, вот то мышление, которое Дух Святой стремится произвести в нас. То есть мы должны быть готовы, ну, простите за такой язык, вонзить нож в сердце греху. Мы с вами должны быть готовы вырвать сорняки греха, ну, или простите за такой язык, сломить ему шею, друзья. То есть то, что мы делаем, должно быть похоже на смерть. То, что мы делаем с грехом, должно быть похоже на смерть. Следующий центральный принцип нашего с вами отрывка – это побуждение. В каком смысле? Вот в Священном Писании новое мышление, которое создает нас Дух Святой, оно часто идет параллельно с новыми побуждениями, которые дает нам само Евангелие. Вот что же это за побуждение? И одно из побуждений мы видим в нашем отрывке, это 13 стих. «Если живете по плоти, то умрете, а если Духом умиршляете, дела плотские, то живы будете». То есть другими словами Павел говорит, ну, думайте об урожае. И Павел говорит, думайте о результатах. Вот вы строите свою жизнь, да, думайте об урожае, думайте о результатах. Почему? Потому что в христианской жизни, да не только в христианской жизни, наверное, особенно в христианской жизни, мы всегда пожинаем то, что сеем. И вот эта связь, она неумолима. И Павел говорит, «Живите по плоти, и вы умрете, а умертвите плоть, и вы будете жить». Вот то, что поступки человека имеют последствия, это тоже очевидно. Ну, посмотрите на лица мужчин и женщин, которые пристрастились к наркотикам или алкоголю. А с другой стороны, друзья, вот мы можем посмотреть в церковь, мы можем посмотреть на верующих людей, особенно мы можем посмотреть на пожилых людей, на пожилых верующих людей, которые прошли многое и теперь состарились. То есть мы замечаем, вот наблюдая за жизнью таких, да, внешний человек стареет, но так ярко видно, как внутренний человек пожилых братьев-сестер у некоторых обновляется. Братья и сестры, вы знаете, как это заметно во внешнем виде, это заметно во внутреннем человеке, вот это вот нежное сияние благодати Божьей, вот эта вот красота, подобие Христу. Почему? Потому что вот именно старость для верующего человека – это время, когда человек начинает пожинать то, что посеял. Лучшее еще впереди. А вы знаете, вот для безбожников наоборот. Для безбожников наоборот страшно, лучшее оно уже в прошлом. И когда надвигается это будущее, пожинать нечего. Почему? Потому что все, что делали, это сеяли только для плоти. Итак, в христианской жизни есть время посева и есть время жатвы. Поэтому мы с вами должны научиться смотреть на все в долгосрочной перспективе. То есть, если я сею по плоти, пожать возможно будет только тление. Если сею по духу, буду наслаждаться духовной жатвой вечной жизни. Это неизменный закон в Царстве Божьем. То есть, Писание призывает нас с вами – думайте об урожае, думайте о последствиях. Это изменит наш взгляд на то, что мы делаем здесь и сейчас. Так у нас с вами есть побуждение ухаживать за садом своей души, пропалывать, сажать, терпеливо питать этот сад. А могут быть краткосрочные боли, самоотречения или потери. Но все это, друзья, ради долгосрочной выгоды. Мы не умрем, а будем жить. Ну, я думаю, сказал о старости, конечно, урожай не приходит только в конце. Урожай прорастает уже в процессе развития христианского характера. И чем больше растет добрый урожай, тем меньше пищи остается для сорняков плоти. То есть, то, что мы с вами делаем, продолжаем делать, ну, в какой-то мере успех порождает успех. Дальше – побуждение быть восприимчивым по отношению к Духу Святому. Вот еще один стих дочитаю из отрывка, который мы с вами прочитали. Теперь уже 14 стих, 13-14 стихи. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Вот это выражение «водимые Духом Божьим», ну, известно для нас, оно часто цитируется, мы часто его используем. А, к сожалению, обычно используем и объясняем вне контекста, да, вот как будто бы апостол Павел здесь говорит об особом и индивидуальном опыте Божьего водительства. Ну, к примеру, человек может сказать, что «Дух Святой побудил меня сказать это». Или «Дух Святой побудил меня поехать туда и сделать это, найти эту работу, или даже жениться, или выйти замуж за этого человека». Нет сомнений в том, что да, Бог ведет свой народ, наставляя, направляя его в таких вопросах. Но вот в послании к римлянам, в 8 главе, в 14 стихе, Павел не говорит о водительстве в таком смысле. А поэтому мы должны быть очень осторожны в применении слов апостола. Да, Павел говорит о водительстве или руководстве, которое Дух постоянно дает всем, кто принадлежит Иисусу Христу. Всем, кто принадлежит Иисусу Христу. Однако, что же это за руководство? Дух Святой ведет нас к тому, чтобы мы умертвили греховные дела тела. Дух Святой ведет нас с вами к тому, чтобы мы умертвили греховные дела тела. И те, кто следует этому водительству, этому руководству, являются сынами Божьими. Если вы следуете этому руководству, вы являетесь детьми Бога. Об этом говорит апостол Павел. То есть, это водительство заключается не в том, на какую работу нам следует устроиться, где жить или с кем вступить в брак, а в нашей ответственности за умершление греха. Но еще, друзья, я думаю, Священное Писание побуждает нас с вами помнить Голгофу, Пятидесятницу. Вы поймете, что я имею в виду. Итак, Христос умер за наши грехи, это Голгофа. Дух Святой пришел в жизнь верующих людей, это уже Пятидесятница. Вы знаете, между прочим, это именно то основание, на котором апостол Павел строит свое учение. Отец Небесный в своей любви послал к нам Сына Своего. И Он также дал нам Духа Своего. Христос умер за наши грехи, а Дух Святой пришел в наши сердца, чтобы дать нам победу над грехом. Вот посмотрите библейский отрывок, вот послание Галатам, 4 глава, 4 до 6 стиха. Мы знаем этот отрывок. Вот два самых драгоценных дара Бога выражены в этом отрывке. Когда пришла полнота времени, Бог, обратите внимание, это слово послал. Первый подарок для нас с вами, дар от Бога. Послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог опять слово послал. То есть второй дар, который мы с вами получаем. Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Вот мы с вами делаем вывод, у Бога было два драгоценных дара, которые Он дал нам с вами, верующим людям. И оба эти дара, они связаны с тем, чтобы мы с вами боролись со грехом. Христос пришел умереть за грех, а Дух Святой живет, чтобы мы с вами могли победить этот грех. То есть два самых драгоценных дара от Бога Отца. Ну, я думаю, друзья, это в какой-то мере создает атмосферу нашей с вами жизни. Вот когда приходят искушения, когда мы чувствуем силу греха, чувствуем его влияние на мои привязанности, вот Евангелие дает нам возможность, вот, ну, говорить с собою. И уже сказать, да, Христос пролил кровь и умер за этот грех, который я собираюсь сделать. Что общего я могу иметь с этим грехом? Ведь теперь я соединен с Иисусом Христом через обитание Духа. И знаете, в какой-то мере, что получается, когда мы с вами грешим, мы как бы втягиваем Духа Святого в наши с вами грехи. Вот стоит, друзья, стоит о грехе подумать в таких масштабах. Всякий раз, когда грешат верующие люди, они втягивают Духа Святого в свои грехи. Вы знаете, вот стоит увидеть грех в таких масштабах, друзья, вот тогда будет больше желания предавать наши грехи именно смерти. Ну, еще один центральный принцип нашего отрывка, это будет последний принцип. Это порядок действия благодати или метод действия благодати. Вот напомню первые два. То есть Дух Святого развивает в нас с вами особое мышление, да, мышление. Почему? Потому что именно через обновление ума мы с вами преображаемся, изменяемся. И дальше Евангелие дает нам побуждение, да, побуждение вот для того, чтобы, ну, жить во славу Иисуса Христа. Я думаю, этого уже действительно много. И вот когда эти принципы работают в нашей жизни, может быть, даже уже, в принципе, и добавить нечего, да, нечего, нет, нечего добавить, ну, каких-то инструкций о том, как мы должны делать. То есть эти, то есть в этом уже есть то, что ведет нас, ну, к жизни во славу Иисуса Христа. Ну, все-таки мы с вами можем заметить некоторые практические указания по борьбе с грехом. Опять вот снова несколько мыслей. Очень важно, вот, если мы хотим победить грех, освящаться, вот, разобраться именно с корнем. То есть для того, чтобы справиться с любой конкретной формой греха, необходимо быть готовым справиться со всем грехом. Хорошо? Это очень интересный принцип, очень важный принцип, да. Для того, чтобы справиться с какой-то формой греха, нужно быть готовым разобраться со всем грехом. Почему? Потому что Павел не говорит нам, чтобы мы умертвили какой-то один грех. Он не говорит умертвите постыдный грех, а Павел говорит умертвите весь грех. То есть другими словами есть разница. Разница между умершлением греха, то есть предать грех смерти, и простым отвлечением греха в другую сторону. Ну, так, чтобы он продолжать жить в другом, менее очевидном обличье. А, к сожалению, друзья, у нас это очень хорошо получается, но мы просто мастера. Мастера переводить очевидный грех в какую-то другую, менее очевидную сферу. То есть грех не столько умершляется, сколько направляется в другое русло. Мы прикрываем трещину, да, через которую появляется грех, но не останавливаем грех полностью. Ну, есть какие-то причины, по которым грех остается в нашей с вами жизни. То есть все, что мы делаем, мы переводим активность греха в другую область нашей жизни. И, в принципе, не достигли никакого реального прогресса в преодолении греха, как греха. Вот когда Павел говорит об умышлении греха, он имеет в виду гораздо больше, чем просто прикрыть его или отвлечь его. Он имеет в виду вот эту вот борьбу с реальностью, которая стоит за моделью греховного поведения. То есть это не просто призыв, не только призыв прикрыть грех в той области, в которой нас особенно беспокоит. Но призыв апостола Павла в том, чтобы не делать никаких поблажек плоти ни в какой ее форме. Вы знаете, вот речь идет об умышлении греха, речь идет о смерти греха. И поэтому в этой борьбе медицинский пластырь, он не поможет, и лекарство нам с вами не поможет, потому что нам нужна именно операция. То есть мы с вами нуждаемся в долгосрочном, в долговременном решении. Только стремление покончить с грехом, оно помогает. Посмотрите, вот такой пример, может, немножко отвлеченный. Ну, я думаю, как-то вот наша с вами жизнь такая, что мы все с вами, может быть, пробовали, ну или хотя бы думали, наверное, о диетах. Да, вот диеты есть самые разные. Между прочим, в нашей с вами стране это индустрия, которая приносит огромные-огромные деньги. Вы знаете, почему? Потому что у 9 из 10 человек диета не получается. Да, вот 10 человек будут пробовать диету, да, у 9 не получится. Ну, почему, друзья? Потому что обычно человек думает, что вся проблема заключается только в еде. Ну, точно так же можно сказать о спорте, друзья. Да, вот, ну, к примеру, если вы когда-то захотите побегать, да, можете посмотреть рекламу, и вы посмотрите на людей, которые бегают, да, они в форме такие, да, и все, что вы подумаете, все, что мне нужно, это хорошие кроссовки. Ну, купите самые хорошие, самые дорогие кроссовки, вы не сможете бегать, как бегают там люди другие. Ну, или что-то тут на руку можно налепить, да, друзья, чтобы там играло или что-то. То есть, понимаете, друзья, есть причины, с которыми нужно, есть корень. Ну, вот, я, к примеру, если бы кто-то когда-то придумал шоколадную диету, я бы был первый, кто сел на эту шоколадную диету, да, если меня заставить сидеть на диете, от сладкого я не откажусь, может быть, не смогу никак отказаться. То есть, друзья, я к чему это говорю? Мы с вами понимаем, да, друзья, что если говорить, ну, о диете, да, есть намного больше, чем просто питание. То есть, корень не в еде, корень в образе жизни человека. То есть, точно так, когда мы с вами боремся с грехом. То есть, то же самое верно в отношении греха. То есть, если мы с вами не доберемся до корня проблемы, мы никогда не сможем избавиться от плодов греха. Плод просто вырастет на другой ветке. Поэтому мы снова возвращаемся к основному библейскому принципу в вопросах освящения. Безоговорочно посвятить себя святости во всех аспектах своей жизни. Безоговорочно посвятить себя святости во всех аспектах своей жизни. И серьезное отношение именно к этому вещеванию – это очень важный первый шаг. Он что-то заденет нас с вами, обнажит те модели нашей жизни, которые мы втайне любим. Втайне любим, скрываем от Господа, скрываем, может быть, от себя. Друзья, только если мы достанем что-то из тайников нашей с вами души, дадим правильные имена этим названиям, друзья, только тогда может быть эффективно бороться с грехом. Ну, конечно, очень-очень важно для верующего человека охранять свой разум, охранять свой ум. И Библия тоже об этом говорит нам с вами от помышлений о грехе. В Новом Завете, когда Библия говорит о разуме человека, тоже важно понимать, что все-таки наш с вами ум, он принадлежит или подразумевается под плоти. То есть, когда Библия говорит о плоти, вот наш с вами ум, он входит вот в эту категорию. То есть, нам не свойственно думать о хорошем, друзья. Нам не свойственно думать о хорошем. То есть, если я буду думать о плотских вещах, позволяя своим мыслям и воображению останавливаться на них, это приведет к тому, что я буду пленен плотью. То есть, думайте о плоти, будете пленены плотью. Поэтому я должен охранять свой разум. Ну, как мы можем охранять свой разум? Сознательно отказываться от того, чтобы мой ум фокусировался на вещах плоти и устремлялся к ним. Ну, друзья, вот, знаете, вот бывает же такое, когда мы, может быть, разговаривая сами с собой, сами в себе, мы оправдываем себя и говорим, ну, я ведь чего-то не сделал, я только подумал об этом. Или кто-то нам рассказывает о себе и говорит, я этого не сделал, я только подумал об этом. Но, к сожалению, думать об этом – это уже форма совершения поступка. Думать о чем-то, друзья, это уже форма совершения поступка. О чем мы с вами думаем, когда нам не о чем думать? О чем мы с вами думаем, когда нам не о чем думать? Писание призывает нас с вами удерживать свой разум. Ну, вот, как родители, вот, мы с вами иногда ведь можем догадаться о том, что собираются сделать или сказать наши дети, да, то есть, вот, по поведению, да, вот, мы можем заметить, что наш ребенок собирается сделать. И, может быть, мы поднимаем палец и говорим, только не думай об этом. Или даже не думай об этом. Вот бывает такое, друзья, вы знаете, вот, даже не думай об этом – это очень хороший принцип христианской жизни. Вот, даже не думай об этом. Ну, мы отказываемся от того, чтобы наш разум пребывал в плоти, друзья. Мы отказываемся от того, чтобы наш разум пребывал в плоти. То есть, наполняем, вот, не думать – это одна только сторона, друзья. Очень важно еще наполнять свой разум. Для этого напомню еще один библейский текст. Это послание к филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Помните, вот, слова апостола Павла «Наконец, братья мои, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетели похвала, о том помышляйте». Вот так вот слушаешь со стороны, да, и кажется, как будто не Павел говорит. Вот при чем здесь добродетель, похвала, достославно? То есть, Павел как будто бы говорит не по-евангельски. Но очень важно понимать, что Павел никогда не говорит по-евангельски. Павел всегда говорит по-евангельски. Этот библейский текст не просто, знаете, ну, добрый совет. Это по-настоящему евангельская благодать. Евангельская благодать. То есть, Павел говорит, направляйте свои мысли на то, что достойно, справедливо, целомудренно, приятно и восхитительно. Здесь ничего нет обыденного, друзья. И поэтому мы позволяем плоду, который Дух производит в нас, стать объектом нашего мышления и стремления. А подумайте о апостоле Павле. Мы с вами знаем вот эту 13 главу, где много говорит о любви. Вот представьте себе человека, который так думает о любви. Представьте себе человека, вот апостол Павел, да? Вот в его разуме, каким был для него Господь Иисус Христос? Представьте, друзья, ведь он о нем говорит, когда пишет 13 главу Первого Послания Коринфянам. Я это к чему говорю, друзья? У нас есть с вами примеры людей, которые свой разум посвятили размышлению о Господе. Ну, Павел был таким человеком. И как результат мы видим эти слова, которые в веках живут. Мы их читаем, наслаждаемся этими словами. То есть Павел был человеком, чей разум был посвящен вещам Духа Святого и славе и красоте Иисуса Христа. Почему? Потому что то, что мы думаем и что мы любим, будет оказывать определяющее влияние на наш характер. То, что наполняет наш разум, будет формировать нашу жизнь. Друзья, мы с вами действительно становимся то, о чем мы с вами думаем. И самое последнее, на что обращаю наше внимание, друзья, именно в борьбе с грехом, я вот приведу пример еще одного апостола, да, друзья, который дает очень интересный совет. Это апостол Яков. Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведна. Вот интересно читать вот этих апостолов, да, друзья? Вот они тоже как-то представляли для себя жизнь, жизнь в церкви. У них был большой опыт общения с людьми, у них был большой опыт наблюдения вот за тем, как растут люди, христиане верующие, да. И вот эти вот слова, да, вот признавайтесь друг перед другом, да. Вы знаете, вот оказывается, есть такие вопросы, вот в которых нам без другого человека невозможно справиться. А вот мы читаем опять, вернемся к тексту, который мы читали апостола Павла, послание Кримля, 8 глава, да. Он обращается и говорит, братья. То есть, друзья, вы знаете, вот когда говорится о борьбе с грехом, Писание обращается не только к лично каждому из нас, обращается к нам. То есть, друзья, понимаете, вот мы в этом вместе. То есть мы в этом вместе, мы вместе вовлечены вот в эту борьбу. Вот вернусь к Якову, друзья, мне кажется, замечательный вот библейский текст. Конечно, он не говорит о том, как иногда понимается, что вот как будто бы должны быть церкви, это служение, исповедание. Он не говорит о том, что не наставляет отдельных людей ходить к кому-то на исповедь, друзья. Вы знаете, о чем он говорит? Скорее, вот Яков понимает, и Павел это понимал, что вот в нашем паломничестве, в жизни верующего человека, христианина, могут быть такие моменты, когда сатана просто шантажирует человека. И когда сатана шантажирует человека, что происходит? Человек замыкается в себе. Человек закрывается в себе, думая, что у него есть тайна, которую никто не должен знать. И вот когда скрывается грех, мы не признаемся даже в этом грехе, даже Богу. Мы даже Богу не признаемся в этом грехе. То есть, вот это внушает нам с вами лукавый, единственный безопасный путь – это скрыть свой грех. И очень незаметно мы начинаем терять из виду тот факт, что существует прощение от греха. Вот о чем говорит Яков. Он говорит о том, что есть опасность для верующего человека вот так закрыться в себе, чтобы потерять надежду на прощение грехов. И поэтому это очень хорошо, когда есть друг, есть человек, которому мы больше всего доверяем, а человек, с которым можно поговорить, открыть свое сердце и признаться в своих проступках друг перед другом. Для чего? Для того, чтобы мы могли молиться друг за друга. Я думаю, это, ну, как очень интересный библейский принцип, который много говорит о том, какими должны быть христианские общения, что такое христианская дружба, что такое поддержка друг друга в молитве, друзья. Это очень внимательное, трепетное наблюдение друг за другом, это очень внимательное отношение друг ко другу, это внимательные слова, которые мы говорим друг другу, друзья. Почему? Потому что есть люди, у которых болит сердце. И, может быть, несколько слов, которые мы скажем или не скажем, друзья, они либо утешат эту боль, а либо эти слова, они, наоборот, разовьют эту боль. Дорогие друзья, братья и сестры, ну, вот я еще раз как-то призываю вместе, вместе, нас с вами вместе объединиться в благодарности Богу, в первую очередь, да, друзья, что в нашей жизни есть прощение за грехи, что в нашей жизни есть вот кровь Господа Иисуса Христа, и что в нашей жизни есть Дух Святой, который сегодня присутствует с нами и ведет нас с вами путем освящения. Да благословит нас с вами Бог. Аминь. Я призываю вас к молитвику, желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Продолжение следует...